А материал был весьма интересен тем, что и в Магнитогорске есть свои нормальные сетевики. Их мало, естественно. Но наша сеть двигает то, что сделано в арендных местах, в коих вы платите за сеть и за аренду. Все, господа мои, хватит. А ценники в этих местах не то что радуют, а удивляют. И вот очередной репортаж о карандаше и лучшей магнитогорской сетке. И где мы находимся? Мы находимся на улице 50 лет магнитки. Недалеко от нас Карла Маркса. Торговый центр ДОМ. Следующая постройка в сторону запада. Это замечательный магазин Карандаш. Ну, это новостройка, а на первом этаже то, что доктор прописал. Почему нам это доктор прописал? Нам это доктор прописал, потому что мы должны посмотреть, где мы можем себе купить недорогие вещи. Недорогие вещи для каждого дня. Для каждого дня. Мы покупаем все это дело не за дорого. Где? Да здесь. Просто приходим, покупаем и получаем максимальное удовольствие. И вы, наверное, думаете, что я опущусь к количеству. Количество лучшее, и вы сами сможете увидеть, как все красиво сделано. Вот вопрос. И вот мой сын занимается. Чем он занимается? Казалось бы, это хорошо для детства. То есть, о чем мы сейчас будем говорить? Он занимается искусством. То есть, он рисует. И мне это в действительности нравится. То есть, было бы интересно, допустим, я его для чего воспитываю? Для того, чтобы он мне дал возможность и дал возможность рисовать в 3D графике. По одной простой причине. Кое-что я делать-то умею. Но я вообще просто, ну, в цветовой категории красок я не совсем понимаю, о чем дело-то идет. А он мне уже показывает. К слову, ему как-то говорят, что вы когда занимаетесь, ну, а когда они все красят, что чаще всего, скажем так, ушатывается. Ушатывается чаще всего это белая краска. Ну, обыкновенная белая гуашь. И мне сказали, ты заедешь в какой-нибудь из сетевиков и купи. Я говорю, я не поеду в тот сетевик. Я лучше возьму и приеду либо в гуашь, в смысле в акварель, либо в карандаш. Потому что ценники здесь, ну, просто, ну, они копейки стоят, реально. То есть вот эту штуку можно здесь купить от 32 рублей. Я себе взял большую. То есть этого, в принципе, ему хватит, чтобы спокойно в течение года заниматься. Цена у просто 154 рубля. Ребят, да нет таких цен. Цены вам внедряют москвичи. Конечно, прибыль здесь есть. Но зачем лишнего качать с горожан, непонятно. В определенном возрасте ты приглашаешь к себе на свой день рождения людей. Нормальный человек уже, в принципе, у него все в порядке. И с деньгами все нормально. И что вы могли бы ему предложить? С моей стороны, лучший вариант для мужика – это подарить ему оружие. Ну, не каждый мужчина может себе позволить разрешение на оружие. Не каждый это себе может позволить. Зато каждый может себе позволить другие вещи, которые реально скрасят то, что должно быть для него. И пусть это будет красиво. Пусть люди приходят и смотрят. И эти красивые вещи, в принципе, не за совсем большие деньги вы можете здесь купить. Ну, допустим, ручки очень хорошие. И остальные приколюшечки. И это, я считаю, что неплохой вариант для хорошего, качественного подарка. В детстве такое было, но такого количества с детства я не видел. И оказывается, что полное приготовление ребенку к школе, и оно не стоит таких денег. Не стоит. Камера стоит нормально. Камера стоит ровно. Вверху моей камеры, вот вы видите сколько? Да. Никогда этого не было в моей-то жизни. А сегодня и сейчас я понимаю. Куда бы я пришел. Потому что глобусы, ну, это даже не тех денег, они вообще должны стоить. Сколько их здесь, там. Есть большие глобусы. Навороченные. Крутые. Грамотные глобусы. Ну, кстати, такой глобус тоже можно. В качестве подарка. У человека, который много где поездил, и хотел бы еще дальше мир посмотреть. Нормальный агрегат, 2400 рублей. Ну, красота просто реальная. Что находится за моей спиной? За моей спиной находятся ручки, карандаши, маркеры, а еще и, естественно, точилки. Я не буду говорить об этом дивном ассортименте. Для дивного ассортимента вам просто необходимо прийти сюда. В карандаш. К слову, есть несколько мест, реально претендующих на идеал. То есть, большего количества примочек и приспособ, да и вообще других вещей для любых дел, в котором вы можете показать, что вы реально крут, я еще нигде не видел. Я это абсолютно точно гарантирую. Смешные цены, а сейчас вы их увидите. Я вам говорю, всем родителям. Самый простой и дешевый вариант – акварель, карандаш и яролаш. То, что нужно и совсем недорого. Сейчас расскажу про смешные цены. В связи с тем, что я папа, я папа, в связи с тем, что мой сын уже начал заниматься в школе, мне что-то непонятно. Ну, ладно. То есть, когда я учился, я как-то папу своего, ну, папу у меня тогда и не было, по сути событий, да и мама в мендяке находилась, а бабушка у меня была, да? Ну, дядь Сережа был. То есть, я как-то не помню, что я их как-то напрягал, да? Да, у меня напрягает. То есть, обратите внимание, то есть, мне попросили вот такие штуки сделать. Вот такие штучки, да? Мы из чего-то решили все это дело собрать. То есть, для того, чтобы вот что-то такое сделать, я потратил своего личного времени, грубо говоря, 3 часа, пока все это налепил, сделал. То есть, 3 часа моего времени, сколько они должны стоить? То есть, 3 часа моего времени тоже денег стоит, извините, подвиньтесь. А вы думаете, что телевизор, он просто так ходит и развлекается? Нет, господа мои, все стоит каких-то денег. Это явно не те самые 17 рублей. Кто бы знал, кто бы знал, кто бы объяснил. Дядя Леша, съезди, пожалуйста, в эти штучки, в эту самую лучшую магнитогорскую, лично магнитогорскую сеть. Можно было заехать и к себе туда, в акварель, можно было в карандаш заехать. В принципе, это разницы не было никакой, потому что это было бы легко и просто. Взял, купил. Вот это самые замечательные, смешные цены. Сегодня и сейчас мы тоже начинаем такое, чем... То есть, давай-ка смайлики сделать. Вот смайлики, 36 рублей. Они еще термические смайлики. То есть, давайте определимся. Даже если у вас есть принтер, скруйный, да? Процедура напечатки, она не совсем маленьких денег-то и стоит. А здесь все есть. То есть, то, что вам нужно, все есть здесь. И никуда бегать-то и не надо. Достаточно просто зайти и купить себе. Я вам объяснил? Маленькие мои левшки. То есть, те, кто работает левой рукой. Много таких. Так вот, для таких все удовольствие здесь. Красавцы вы наши. Почему у меня такое странное лицо? Я сейчас объясню, а почему у меня странное лицо? Потому что я увидел это вот оттуда. И задал вопрос. А разница линейки правшей и левшей? В чем заключается? Мне сказали, да посмотрите. Потому что у левшей все немножко по-другому, да? То есть, во-первых, он... Смотрите, вот есть ручка для левшей, да? Видите? Вот по-другому все делается. То есть, почему нет? То есть, если мы заходим сюда, ну, левши мне в действительности нравятся. Да, у них что-то немножко все по-другому. И точилочки тоже не в правую сторону крутятся, а в левую сторону. То же самое. И линейки для левшей. То есть, если наша стандартная линейка идет от 0 до 30, то там наоборот, от 0 с этой стороны 30 в эту сторону. Чтобы людям было понятно, как обучаться, да? То есть, ну, бывает такая штука. И мне, кстати, очень нравится. То есть, часто возникают те люди, которые работают левой рукой. И для них сейчас есть все. И чтобы вы поняли, где для них есть все, это называется наша замечательная сеточка. Одно из подразделений, это здесь располагается, на улице 50 лет магнитки, карандаш. К слову, почему я в ненужной, по сути, куртке, в другой, по сути, передаче? И вот то самое правило. А почему мы сейчас будем говорить? Да. Это почему я сюда пришел еще и в этой, в другой форме. То есть, у меня есть дом, дом, автостоп. Ну, почему нет? То бишь, давайте поделимся. То есть, вообще-то есть такой закон, да? Что когда ребенок выходит на улицу, он должен выглядеть более или менее интересно в свете фара. Вот я, о чем буду говорить. Какая у нас одежда? Да, как правило, ну, серая. Ну, может быть, с различными другими цветами. Но давайте определим, с какой стороны вас будет хорошо видно. С той стороны, если на вашу куртку наклеены абсолютно новые примочки. Что такое примочки? В данном случае это фликеры. Ну, я бы не сказал, что это фликеры, браслеты. Я бы сказал, что это светоотражающие приспособы, которые, в принципе, вы можете либо нацепить. И светоотражение будет очень хорошее. То есть, с такой штукой вы человека заметите, ну, я считаю, что на расстоянии 500 метров. Потому что он будет явно отражать свет. Ну, естественно, вы скорость снизите. Другого варианта не существует. Вот. Ценники вот таких штук. Разные. Есть и недорогие. Да, они, в принципе, все недорогие. То есть, вот, всяких примочков. Разных-разных есть. Цена вопроса 75 рублей. Можно еще и за... Что там? А, за... 44 взять. То есть, просто наклеили и все. Она легко наносится. Или за 14 рублей. То есть, мы сейчас будем о чем говорить? О том, что вы, как папа или как мама, да и вообще, может быть, и бабушка, и дедушка, каким-то образом не хотите, чтобы с вашим ребенком что-то случилось на улице, да? Так поставьте. Это вообще стоит копейки. Копейки. Реальные копейки. Нанесите, и будет все очень хорошо. И ваш ребенок будет виден издалека. Что и нужно сейчас сделать. К слову, сейфы, стулья и бумага уничтожителей здесь также есть. Хорошее и грамотное место. По сути, все, что вы занимаетесь, без хобби. И для этого все вещи здесь находятся легко. Здешние места начинаются от Ленинского района, затем Правобережный и наше максимальное наполнение. Орджоникидзевский район. Конкретные места обсуждать не буду. Вы и сами это видите. И в завершении нашего сюжета. Я сюда пришел с одной целью. Показать вам то, что вы можете себе купить все за недорого. Когда я отсюда вышел, я понял, что в принципе ехать больше никуда не надо. То есть здесь есть практически все для вашего дома. Потому что и кресло есть, и бедра есть. Да-да-да, тоже здесь все есть. Мало того, если вас уж напрягли, как меня в действительности в школе, я знаю, куда теперь я приеду. Я приеду только сюда. Продолжение следует...